Ну что, приглашаю вас к себе в гости. Мархаба! Тикток-хаус Дина Сайлова. Я интроверт, я ребенок интернета, я не ребенок жизни. У меня была цель стать самой популярной тиктокершей. Мне в этот момент некуда было деньги девать, было очень много денег. Ты ради выгоды со мной общаешься, все хотели меня. Тут ты в купальнике, тут ты в хиджабе. Мусульманская девушка бунтует. Я извиняюсь, если я затронула чьи-то чувства. Либо здесь нужно адаптироваться, быть в хиджабе. У тебя дома, по сути, живут они Милохи? Да. Я за Навальным вообще не следила. Встречалась с Лазаревым после этого интервью? Да не знаю я тебя, чувак, успокойся. Тиктокеры не хейтят Ольгу Бузову? Да, мы очень любим Олю. Я всех обманула, собрала деньги. Хотя эти деньги до меня вообще не дошли. Я не знаю, как тебе это сделать. Я даже не хочу это говорить, потому что я знаю, что мама посмотрит потом это интервью. А вы хотели бы, чтобы жених таджикский был или можно все-таки европейский или русский? Ох, эти тупые тиктокеры. Если это все отрицать, то можно просто в конце концов начинать говорить на разных языках. Было классно. Дин, мы снимаем это интервью в Дубае. Почему? Как минимум, потому что теперь я здесь живу и являюсь резидентом. Ты получила уже ID? Да, на два года. Здесь можно еще получить золотую визу, но пока я не хочу подаваться на нее. Хочу пока просто посмотреть, насколько мне здесь понравится. Но учитывая, что сейчас моя сестренка, которую я забрала из Москвы сюда, чтобы она училась здесь, получила образование мировое, то, скорее всего, минимум еще лет пять я точно буду здесь. Ты вообще астрологический уникум. Ты родилась 31 декабря на стыке миллениума. 1999 на 2000 вот этот переход, 31 декабря. У меня мама не знает, во сколько я родилась. Но это была новогодняя ночь. Это была ночь. Но у нас в стране, ну я не знаю, как на самом деле сейчас, я очень давно не была в Таджикистане, но лично у нас в семье, не в стране, в семье, не отмечали Новый год, потому что это не мусульманский праздник. И поэтому мой день рождения не отмечали. И Новый год, и день рождения не отмечали, независимо от того, что... Да, типа это харамский праздник. Плюс еще у меня мама была довольно воспитана в суровых традициях. А сколько у вас всего братьев и сестер? Нас четверо. Три девочки, один мальчик. И одну из сестер ты забрала сейчас в Дубай? Самую маленькую, да. Весь свой бюджет трачу на что? Трачу на еду, на квартиру, кредит и семье отдаю. Какая разница, я оплачиваю в России, учел бы сестренке и брату, или здесь. И я говорю сестре с братом, если вы начнете изучать язык, то я вас устрою здесь в школу. Брат не захотел учиться и учить язык, ну то есть ему было очень лень. А сестра целыми днями сидела, учила. Я в нее сейчас вкладываюсь, и она все это видит. И понимаю, что это очень здорово, что у нее есть эта мотивация. А у меня есть аналогичная мотивация ее не подвести. Но ты вообще для своей семьи взяла на себя, так скажем, функции отца. Так получилось. Ты взяла над всеми шефства, ты всех обеспечиваешь, организовываешь их жизнь. Когда тебе было шесть, вы переехали из Таджикистана в Россию. И ты на тот момент не знала русского языка и учила его на слух. Я выучила язык довольно быстро. Во втором классе я уже была отличницей. Ну то есть у меня были одни пятерки. Это была сильная мотивация. То есть я опять же хочу сказать, что если человек сильно что-то хочет, он сможет сделать все для этого. Это не склонение, не споряжение, падежи. Я до сих пор иногда путаю склонение. С шести лет ты в Таджикистане не была? С шести-семи где-то. То есть вот прям с самого детства. Как только я перешла во второй класс, я уже все, не была там. Я бы очень хотела посетить это место. Я очень хочу полететь на родину. Чем старше я становлюсь, тем больше я погружаюсь. И в культуру, и в то, какие в стране традиции, законы. Мне это очень интересно, как минимум. Не знаю, приму я это или нет, но как минимум это интересно. В России самые известные тиктокеры – это ты и Даня Милохина. Два лица российского тиктока. На пике твоего успеха, когда ты просто была суперзвездой из-за политической ситуации, тикток в России перестает обновляться, нас как будто законсервировали. То есть это огромный океан старого контента. Я говорю про российский тикток. Новый контент не появляется, но мы можем видеть старый контент. А, соответственно, если это старый контент, то весь смысл тиктока уходит. То, что именно там раньше появлялись все тренды. Публиковать новые видео мы не можем, проводить трансляции мы не можем, смотреть ролики других стран мы не можем. Тикток вроде бы официально в России не запрещен, он есть. А весь смысл тиктока, что тренды там появляются чуть ли не каждую секунду. Вот в этой ситуации, когда в русскоязычном сегменте тиктока тренды невозможны, вот просто они не могут никак появиться, потому что раньше все происходило очень быстро, мгновенно. Тренд только появлялся, уже завтра он не тренд. И у всех тиктокеров возникла такая ситуация, что либо они всем тикток-домом переезжают куда-то в Казахстан или в Дубай, либо им приходилось с этой площадки просто уходить. Но для того, чтобы переехать в Дубай или в Казахстан, надо тогда было поменять аудиторию. Если ты делаешь тикток здесь, то на русскоязычную аудиторию ты работать не можешь, потому что нам твой контент не показывают. Вот какова ситуация сейчас? Что ты сейчас делаешь в тиктоке? Как ты вообще себя ощущаешь в этом пространстве? Я, если честно, пока в небольшом смятении, потому что я как минимум не понимаю, насколько и как далеко все это зайдет, так как основной мой заработок — это все-таки социальные сети. Изначально, когда я снимала видео в тиктоке, я снимала их для всего мира. Ты прославилась роликом, когда ты ела нутеллу. Ситуация такая, какой бы контент ты ни сделала, ни сняла, ты его транслировать для русскоязычной аудитории не можешь. Соответственно, ты переехала в Дубай. Работаешь ли ты сейчас для арабской аудитории? Естественно, если говорить про то, как я, например, начинала месяца три назад, снимая здесь видео в купальнике, то хочу сказать одно, что здесь видео блокируются, потому что вот они в Дубае набирают просмотры, а дальше идет Саудовская Аравия. В Саудовской Аравии нельзя даже оголяться в Топике, например, или когда у тебя открыт живот или ноги. То есть такие видео сразу блокируются, и они никак не становятся вирусными. То есть либо здесь нужно адаптироваться под местный рынок и перестать оголять какие-то части тела, и полностью уходить не то, чтобы снимать под арабские песни и быть в хиджабе, но хотя бы не сильно оголяться, то есть и в купальнике выставлять видео. То есть эпатаж здесь уже не работает? Да, но и плюс сейчас мода ушла на это. Как будто сейчас этого слишком много, и не хватает чего-то другого. Сейчас меня могут захейтить из-за того, что они скажут, ты не снимаешь это, потому что это блокирует, ну, эти видео в купальниках. Подожди, а что здесь такого? Ты жила в России, там были одни правила, ты приехала в другую страну, здесь другие правила. Естественно, ты подстраиваешься под те правила, которые есть в той или иной стране. Наверняка из тех, кто посмотрит это интервью, будут те, кто не видел ранее с тобой никаких интервью. Чтобы было понятно, как ты стала популярной. У тебя есть феноменальное чутье. Каким-то образом, то ли ты просчитываешь эти алгоритмы, то ли ты просто чувствуешь тренды, но видео, которые ты делала для ТикТока, Инстаграма, ну, в первую очередь для ТикТока, собирали какие-то сумасшедшие просмотры, хотя ты могла просто есть нутеллу, ты могла просто петь под таджикские, дагестанские, арабские песни, ну, подпевать им, так скажем, вот как липсинг называется, да, когда звучит чужая песня, ты под нее там немножко подпеваешь, открываешь рот и танцуешь. И вот эти видео с подписью «Таджичка красиво танцует, таджичка красиво поет» просто набирали какие-то феноменальные количество просмотров в те времена, когда еще никто не знал, как тебя зовут. То есть ты на этом делаешь первые просмотры, потом у тебя идет микс, тут ты в купальнике, тут ты в хиджабе, и у всех просто разрыв шаблона, то есть как, как, что, что происходит, как это возможно. На этой двойственности, мне кажется, ты и выстрелила, то есть с одной стороны, как ты говоришь, у тебя и тяга к этим традициям есть, и ты чувствуешь свои корни, а с другой стороны, ну, ты абсолютно европейской ментальности человек в каких-то вопросах, правильно же? То есть вот даже то, как ты выглядишь сейчас, говорит о том, что ты человек европейской ментальности, и эта двойственность, так мне кажется, я не знаю, как ты думаешь сама, вот на мой взгляд, это так и стало причиной твоей абсолютно феноменальной, бешеной популярности. У меня была цель стать самой популярной тиктокершей. Я достигла эту цель, потом у меня случилась сильная депрессия. Это был период, когда мои фотки набирали чуть ли не каждое по миллиону, по полтора лайков, видео набирали по 10-15 миллионов. И для меня там бывало трагедии, что меня люди не понимают, семья хочет от меня только денег. Ну, мне искренне так казалось тогда, у меня друзья все фальшивые. Ну, то есть мне не хватало чего-то, я сама не понимаю чего, и в какой-то момент я улетела в Африку, накормила детей рисом. Это была моя мечта с детства. И когда я... И ты чуть не усыновила там ребенка, насколько я понимаю. Да, ну, к сожалению, там надо было месяц, чтобы документацией заняться. Мне сказали, что да, вообще без проблем, это можно сделать, но надо месяц здесь пожить. И я такая, спасибо, нет, не надо. Слушай, ну, может быть, и к лучшему, ты сама еще в каком смысле ребенок? И к лучшему, конечно, 100%. Ну, тогда я не думала об этом. Ну, то есть для меня было все не проблемой. Но ты была в кризисе, у тебя была очень сильная депрессия. Много обсуждали, что ты в рехаб уложилась. Да, у меня забирала мама телефон, ну, потому что уже невозможно было смотреть на меня. Я прям вот капризная. То есть вот минута, я могу сесть с тобой нормально разговаривать, а потом думать, что ты меня просто используешь. Ты ради выгоды со мной общаешься. Все хотели меня. И комедиклад позвали, и у Собчака я была, и на разные другие шоу, мероприятия, все-все-все. Это, знаешь, это когда у тебя нет денег, через какое-то время они у тебя резко появляются. То же самое с популярностью. Я вот рассказываю, у меня мурашки по коже. Типа, это прям очень страшно. Все от тебя все хотят, и ты думаешь, боже, вот дайте. Я еще интроверт, я ребенок интернета, я не ребенок жизни. И для меня, когда я куда-то выхожу, или когда все там, давай сделаем фотку, давай снимем видео, давай снимешь все у меня, давай это. И все вот так вытягивают, 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 вытягивают. И ты такая, боже, все, отстаньте от меня. Просто не трогайте. Я полетела в Африку, наполнилась, и потом залезла в отношения. Я вот встречалась год, и через год, когда мы расстались с молодым человеком, это как раз было в мае, когда моя сестра прилетела сюда, я поняла, что мне не хватало любви и заботы. Я вот этот год не снимала контент, ничего. И к чему я это рассказывала? Мы говорили просто о том, что у тебя был кризис, и вот эта вся ситуация когда-то была на пике. Но, кстати, ты же знаешь, что это довольно типичное, история для всех, кто достигает какого-то пика, а потом стабильно себя ощущать, ну, мало кто может. Это называется синдром Мерлин-Монрок, когда ты самая известная, и вроде бы кажется, тебя все хотят, ты должна быть самая счастливая, а ты в этот момент, да, действительно чувствуешь, что либо тебя используют, а тебя что-то хотят, тебя разрывают на части. Тем более в таком возрасте. Это действительно такая тяжкая бремя. У меня была тогда цель стать самой популярной тиктокершей. И проблема была в чем? Я не поставила после этой цели следующую цель. Ну, то есть я такая, все, стала самой популярной. Я стою на, там, грубо говоря, пьедестале, и рядом со мной даже никого не было в два раза. Я в два раза всех обогнала по количеству просмотров и подписчиков. И как-то сильно испугалась этой популярности. Реально испугалась. Потому что для меня это было колоссально. То есть тогда я не чувствовала этого. Сейчас я думаю, боже, ну, вот такой груз, взять на себя еще дальше идти, и хейт, и популярность, которая в один момент пришла. Классно, знаешь, когда? Когда ты медленно, но уверенно идешь, и каждую ступеньку проходишь. С приходом тиктока, действительно, и с приходом новой аудитории в эту платформу, а ты же помнишь момент, когда все звезды зашли в тикток? Да. И вместе с этими звездами их аудитория взрослая зашла в тикток. Интервью с Собчак, все начали меня хейтить, там, говорить, какая я там необразованная. Ну, то есть, это все, и комедий-клаб, это же все в одно время у меня было. И потом еще налоговое после интервью Собчака ко мне пришли. Ну, то есть, тот момент для меня психологически был сложным. Это атака была, если так можно это назвать. Потом я, конечно же, реабилитировалась, и вот сейчас я понимаю, что мне вот с этим количеством аудитории, которая есть на данный момент, гораздо проще, гораздо спокойнее и легче. Не скажу, что я закрылась и больше не хочу набирать аудиторию, или хочу остановиться на этом. Нет, у меня есть грандиозные планы. Как минимум, я хочу покорять новую страну, как минимум, это Дубай, как минимум, я хочу выучить язык арабский, и уже начала его изучать, и потихонечку начинаю понимать. Ну, еще у меня в планах, я хочу продюсировать свою сестренку. Она очень харизматична, очень любит снимать тиктоки, но у нее уже второй аккаунт блокируют из-за того, что ей еще 12 лет. Я, кстати, ухожу от темы иногда. У нас нет плана. Как говорим, так говорим. Все хорошо. Заметила, что когда мы вышли в этих халатах, сколько мы получили внимания. Внимания. И если бы мы были очень откровенно одеты, такого бы внимания не было, потому что даже здесь этого много, и вообще вот эта уже обнаженность, она... Понятное дело, что когда ты очень красивая девушка в платье, в котором мы сегодня были на интервью, на тебя тоже будет много внимания. Есть такое ощущение, что люди немножко присытились наготой. Я начала чувствовать этот вайп, и в моем гардеробе уже появилось пару скромных, так сказать, нарядов. Ну, то есть, мне нравится. Сейчас у тебя есть хиджаб? У меня уже три платка. В те времена, когда мы не знали твоим имя, знали какую-то красивую таджичку, которая красиво поет и красиво танцует. Но после этого ты начинаешь немножко обнажаться, и вот это твое знаменитое... Ну, не немножко, я просто... Не немножко, но ты дала жару, обнажилась. И это такой контраст, который тогда вызвал бурю эмоций, а еще это твоя знаменитая фраза... Сестра, где хиджаб? А это не моя, кстати, фраза. Ну да, это тебе вопрос, который тебе в комментариях задавали. Но ты это выносишь в пост, это месседж твоего поста, сестра, где хиджаб, и ты обнаженная. А ты вообще понимала, какую бурю эмоций у мусульман это вызовет? Да, я тебе больше скажу, я прекрасно понимаю, что находится внутри семей. В странах СНГ, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, очень много моих подписчиц хотят убежать из своей семьи, потому что очень многие живут не своей жизнью. Я даже запускала флешмоб года так два, наверное, назад, до того, как я стала популярной в ТикТоке. Я не хочу жить в клетке. Как им исполняется в 18 или 19 лет, родители их выдают замуж, они по своей воле, девочки многие, могут даже не знать, кто их будет супруг. А там повезет, не повезет? А там повезет, не повезет. Блин, у меня сестра вот два-три дня назад говорит, я выхожу замуж. Я такая, в смысле? Ну вот, типа появился человек, я говорю, а как, почему именно он? Пока, я говорю, отправь в Инстаграм, я хоть посмотрю на него. Она показывает, она отправляет мне Инстаграм. Сестра родная? Двоюродная. И я такая, что ты выходишь замуж, типа, а как вы давно знакомы? Ну так, типа, не так давно. Я говорю, а как ты его выбирал? Кем он работает? Чем он занимается? Ой, да я даже не, вот меня это убило. Ой, я даже не спрашивала. Они живут жизнь, чтобы родителям угодить, чтобы семья им гордилась. А когда они начинают показывать себя, не показывать в плане оголяться, как я, а просто как минимум закончить образование. Многие же за родители забирают девочек там на половину образования, потому что появляется жених, и все, она выходит замуж, и после дети, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, а потом этот мужчина берет еще вторую жену, а там третий, они за горами, и все, и на этом их жизнь заканчивается. Если бы ты знала, какой хейт и буллинг тебя будет ждать после поста «Сестра, где хиджаб», ты бы стала это делать? Ты знаешь, я не жалею об этом. Я не жалею. Жалею, знаешь, только о чем? О том, что мои посылы люди неправильно поняли. Это было сказано в адрес хейтерам, которые сами-то и не верят в Бога. Ты у них спроси, что ты веришь. Ты у них спроси какие-то минимальные, базовые вещи, которые должны знать любой мусульманин. Они тебе не ответят. А знаешь, почему? Потому что им самим это неинтересно. Они могут знать какие-то элементы, которые пришли им от родителей, которые передали им родители. Но по факту искренний человек, кто верит в Бога, он верит и не рассказывает и не кричит об этом. И не тыкает тем более другого человека. И не угрожает, что он ее убьет или начнет заниматься расправой. Это самое интересное. Главные поборники добродетели первыми уже кидаются с угрозами. Я правильно понимаю, что в этом твоем посте был такой своеобразный бунт. Приходится скрывать какие-то свои внутренние переживания. И у меня вот допустим до сих пор иногда бывают проблемы, которые я не могу рассказать и поделиться со своей мамой. Надо еще годик или два, чтобы она осознавала и дошла до того, что я ей хочу объяснить, потому что она просто-напросто меня не поймет. А ты знаешь, что есть многие семьи, многие родители, которые даже с детьми не общаются. И дети, они закрываются в себе. Очень много талантливых девчонок, мусульманок, я знаю, прекраснейших девчонок, красивых девочек, которые укутались в эти страхи, укутались в семейную жизнь, посвятили себя семье и в итоге сидят сами, плачут, в бедности, не развили свой талант. В старт твоей карьеры случился, что мусульманская девушка бунтует. Раздень любую русскую девушку, в этом не будет такого резонанса. А та самая красивая таджичка, которая красиво поет, бунтует, это уже резонанс. Но сейчас ты делаешь ход конем и наоборот, у тебя появляются три хиджаба. Возможно, я сама где-то, например, как в ситуации сестра, где хиджаб, оскорбила чувства верующих. Я была права, я просто хотела преподнести это с иронией, но я, видимо, затронула у кого-то эти чувства. Но эти люди адекватные мне написали лично, Дин, я за тобой слежу, ты мне очень нравишься, но вот тут меня это, конечно, обидело. И я сидела, переписывала с этими людьми и говорю, блин, прости, пожалуйста, я не хотела этого. И я также могу сейчас сказать, что я извиняюсь, если я затронула чьи-то чувства, потому что это не было моей целью. Моей целью было преподнести это как с иронией тем людям, кто постоянно говорит, вот ты мусульманка, ты должна носить хиджаб, ты должна молиться пять раз в день, ты должна сидеть дома, ты должна готовить, ты должна... Приходили люди, не буду называть кто, просто приходили люди и поджигали наш дом. Первый этаж. У меня сестра, у меня мама, которые ни в чем не виноваты. Был еще момент, когда на почту отправляли моему брату трусы и лифчик. И знаешь, что писали? Мы изнасиловали твою сестру, вот ее нижнее белье. Вы нормальны моему брату, несовершеннолетнему, такое отправлять? А если бы ваша семья осталась жить в Таджикистане, ты могла бы сделать такой пост? Я бы подумала. Каждый год под бой курантов большинство из нас обещает, что в следующем году обязательно изменит свою жизнь к лучшему. Избавится от вредных привычек, пойдет на спорт, будет больше путешествовать и, конечно же, начнет вести здоровый образ жизни. Лично я в эту новогоднюю ночь пообещала себе больше заботиться о себе и своем здоровье и особенно тщательно следить за тем, что я ем. Ведь именно еда больше всего влияет на качество нашей жизни. Правда, осуществить обещания бывает не так-то просто, особенно, когда не знаешь, с чего начать. И пока мы ищем правильный путь, многие могут потерять мотивацию. Для того, чтобы в этом году мои обещания сбылись, я решила попробовать Grow Food. Grow Food это сервис по производству и доставке готовой еды на всю неделю. Для того, чтобы сделать заказ, нужно просто выбрать один из десяти рационов, исходя из своей цели. Прийти в форму, похудеть не готовить. Затем выбираете необходимое количество дней питания. Можно выбрать на 2, 6, 12 дней или подписку на 30 или 60 дней или даже на год. Заказывайте в один клик и раз в два дня к вам будет приезжать курьер с готовой едой. Кстати, доставка бесплатная. К тому же, в приложении благодаря конструктору меню можно менять блюда по своим предпочтениям, отправлять в стоп-лист или даже поставить фуд-фильтр из ингредиентов, которые вам не нравятся. Завтраки, обеды, перекусы, ужины здесь все питание на день. У Гроуфуд, кстати, свой высокотехнологичный завод, получивший международную сертификацию. Поэтому за качество блюд и их свежесть точно переживать не стоит. Вся еда разнообразная. За месяц питания вы не встретите ни одного повтора. И самое главное, сбалансированное и вкусное. Вот, например, мой рацион сегодня. На завтрак будут рисовые блинчики с шоколадным муссом и вишневым джемом. Потом идет перекус в антоностреской, маслинами и овощами. Все выглядит очень аппетитно и целых 5 приемов пищи. Так что голодной в течение дня я точно не буду. В общем, Гроуфуд стал моим главным помощником в выполнении новогоднего обещания. Ведь я могу быть уверена, что о моем здоровье и питании тщательно позаботились. А еще у меня появилось свободное время, потому что готовить и ходить по магазинам больше не нужно. И я лучше проведу его с семьей. Прийти к своим целям в 2023 году проще вместе с Гроуфуд. Переходите по QR-коду или по ссылке в описании и получите скидку 15% на все базовые линейки питания. Хейт был со стороны мужчин? Буллин? Только мужчины. Меня постоянно хейтили одни парни. Для девушек я их голос. То, что они бы хотели сделать сами, но они не могут это сделать, потому что есть страхи. И, скорее всего, я бы тоже не могла это сделать, если бы у меня не была такая сильная поддержка от своей семьи. А мама боится? Чего именно? Ну, вот реакция такой. Конечно. Она была очень сильно раньше под влиянием комментариев. Она давала номер телефона всем. хейтерам. На ютюбе мне отправляли сообщения, точнее писали комментарии на ютюбе, и она всем я мамам один, и если у тебя есть какие-то вопросы, позвони мне. Ну и что, она с утра до ночи отвечала? Она сидела и отвечала, и по сей день в комментариях можно увидеть, как она там меня защищает. Ну, я говорю, мам, если ты хочешь, можешь это делать, но это бесполезно. Я вообще абсолютно ровно на это реагирую. У меня вот, кстати, здесь есть прицел, татуировка. Да, я вижу. Мне прилетали угрозы, что меня хотят убить, и я сделал татуировку и сказала, если вы хотите меня убить, то пристрелите меня прямо в шею, попробуйте прицелиться. Это интервью можно было построить совершенно по-разному. Можно было иронично посмотреть, насколько мы разные и где-то даже постебаться, ой, ты вот этого не знаешь, ты вот этого не знаешь. Можно было построить его вот с точки зрения такой любознательности. Ой, расскажи-ка мне, чем живут люди твоего возраста, потому что между нами все-таки довольно большая разница. Я скорее по возрасту близка к твоей маме, нежели к тебе. А можно просто понять одну простую вещь, что есть два поколения, и нечего удивляться тому, что эти два поколения совершенно живут в разных парадигмах. Еще лет пять назад мои родители жестко отрицали наличие Инстаграма, а сейчас они у меня активные пользователи всех соцсетей и следят за мной везде. Ну, то есть, если это все отрицать, то можно просто в конце концов начинать говорить на разных языках, а можно попытаться понять. Меня удивляло, что ты чего-то не знаешь, там, да, в интервью Собчаку она тебе это устроила, Блиц, и ты там, Высоцкий не знаешь, там, кого-то не знаешь. Кто такая Чулпан Хаматова? Файдес? Я не знаю, но по имени и фамилии я не знаю. Красивая, да, Чулпан Хаматова? Да, как будто Анна Ахматова только Чулпан. Вот. Я смотрела, думала, ничего себе, удивительно, но у меня не было в этот момент какого-то жесткого отторжения, потому что я думала о том, что, ну, конечно, человек переехал из Таджикистана в Россию, пришлось познавать все, новую культуру, новый язык. Потом эта слава в ТикТоке на тебя свалилась. Откуда было взяться к какому-то академическому образованию? Знаешь, мне сказали, вот кто в следующий раз тебе что-то скажет, типа, ой, ты не знаешь что-то на русском, или начнут смеяться, ну, типа, кто-то, кто будет говорить только на русском. Мне сказали, подойди и скажи, а ты давай попробуй на таджикском, выучи его там за пару лет. Образование действительно нужно и очень важно. Допустим, для меня это тот этап, который я пропустила, но я считаю, что любой человек, кто был бы на моем месте и кто бы стал популярным, он бы взялся за эту возможность, потому что для меня это тогда было возможностью поднять свою семью, поднять себя. И если стоял выбор перед закончить колледж, там, быть там мега умной, мега классной, работать на юриста с зарплатой, там, 100, 200, окей, 500 тысяч рублей, да, ну, грубо говоря, не знаю, сколько зарабатывают юристы, или зарабатывать в 20-21 год миллионы, там, десятки миллионов рублей, обеспечивая семью и подняться на новый уровень жизни, и поднять свою семью. Естественно, каждый бы выбрал этот пункт. И сейчас у меня есть деньги на то, чтобы развиваться и становиться еще лучше и получать образование, что я как раз и делаю. Я купила русский язык, книжки, две штуки, купила книгу по литературе, купила математику. И я хочу наверстать упущенное. Ну что, приглашаю вас к себе в гости. Мархаба, как говорится. Мои друзья прилетают, я всем говорю, приезжайте, можете останавливаться у меня. То есть у тебя такой тут тикток-хаус динесальный? Да, да. А, у нас всегда открыто. Ну вот, у меня здесь лежит книжечка по арабскому, я только недавно записалась на курсы, начинаю ходить и изучать новый язык для себя. Также у меня, я привезла с собой математику, пятый класс, русский язык, шестой класс и литературу, шестой класс. Почему математика, пятый класс? Потому что именно с пятого класса я запустила этот предмет и перестала его изучать. Могу прочитать, там это 17 июля я писала про русский язык, выписывала фрагмент. Русский язык очень богат, в нем можно легко менять слова местами. Одно слово может означать множество других терминов. В русском языке начитывается около 500 слов. Как говорил Паустовский, для всего в русском языке есть великое множество хороших слов. Пополняя словарный запас, можно украсить речь, добавляя больше красок и оттенков ему. Я в школе не имела желания учиться, не понимала, зачем мне это, надо было. А сейчас я понимаю, что нет, оказывается, это очень важно. И я наверстываю упущенное. Я сама сделала эти полки, потому что здесь довольно скучная комната была. Я решила, что надо чем-то его разбавить. Пошла, купила в Икеа полки и решила, что это будет самая яркая часть в этой комнате. Везет, есть Икеа. Здравствуйте, я Надя. Я Маляка. Маляка, очень приятно. Ты не против, если мы с тобой тоже чуть-чуть пообщаемся? Да, я обновилась. Оделась, принарядилась, ждешь нас. А мамы нету? Есть. Мама тоже дома? Представишь нам свою семью? Волнительный момент. Ну, в общем, это моя мама. Я зовут Эди Мо. Вот. Стесняешься, когда речь о семье заходит? Самое дорогое тебе, конечно, с радостью. Тут она сидела сегодня такая активная. Сегодня мы в таких халатах с Тиной. Я привезла, чтобы мы как-то поддержали тему национальную, чтобы поговорить про Таджикистан. На самом деле халаты в узбекском стиле. Носят ли такие в Таджикистане? Да, у нас действительно носит таких халатей в разных цветах, разных фасонов. Действительно носят. Какие сейчас нравы в Таджикистане и давно ли вы там были? Я была 8 мая. 8 мая ездила, 17 мая обратно пришла. Обстоятельства как? Все посовременные, не так уж религиозные, как раньше были. Кто соблюдает религию, соблюдает. Кто посовременнее одевается. Не обязательно ходить в хиджабе, не обязательно покрываться? Нет, наоборот, сейчас с молодежью до какой-то определенных есть, чтобы нельзя вообще хиджаб носить. С возрастом. Да, даже так, чтобы определенные есть, с какого-то возраста, честно, врат не буду. У меня две старших детей умерли, одного старшего ребенка температура, судорогом умерли, второй у меня была выкидыш. Я вышла замуж 16 лет, молодая. У меня муж, мы по-любови вышли замуж со своим мужем, любили друг другу. Он ушел, не видел, что у нас такие дети выросли. Дина, в чем-то функции и папа выполняет, работает, зарабатывает, семью поддерживает. Да, действительно, она кормлится у нас, она содержит, она у нас все, можно сказать. Люблю, горжусь, что она у меня такая сильная, такая молодая девочка, чтобы в таком возрасте многих думает только о себе или о себе молодежи с частных веков, которые в нашем окно. Большинство думает только о себе, что жить свою жизнь, как дальше жить. Она не только думает о себе, а даже вот сестру привез, я говорю, Мадин, не надо, пускай она здесь, нет, пускай она рядом со мной, я хочу учить ее, чтобы дать образование, пока у меня есть возможность, пускай она учится. У меня четверо детей, старший Мадина, второй дочка тоже, Моника, третий сын, четвертый она. Когда Дина только начала свою деятельность как блогера, какие вы испытывали эмоции? Это мне было очень тяжело. Всегда были угрозы, я большинство от угрозы испугалась, я час ночью встала, как будто мне кто-то разбудит, зайду в инстаграм, что кто-то ее где-то что-то поймало, что-то с ней случилось. Всегда в моем адресе поступил угрозой. Я, честно говоря, в роли играла, как будто в обморок падала, чтобы она мне пожалела, не ушла в Махачкалу. Она знаешь, что делала? Это ужас. Она раньше, ну, представь, она говорит, а, лежит, и такая, типа, я упала в обморок. Ну, она не говорит об этом, а показывает, что она упала в обморок. Я раньше вот так вот бегала, мама, мама. А потом подхожу, и она такая, чтобы она не уехала. Да, чтобы она мне пожалела. И плохо. Она говорит, все, мне плохо. Я говорю, все, я умру, мне воздуха не хватает. А я почему летела в Дагестан? Потому что был первый большой рекламный контракт. Мне первый раз заплатили большие деньги на то время. 60 тысяч рублей предложили, и плюс перелет в Дагестан. И это был салон свадебных платьев. Девушка пишет маме, не переживайте, я ее встречу, все будет нормально, она в надежных руках. И я такая, ну, 60 тысяч на дороге не валяются. И я такая, так, ну, либо сейчас я маму послушаю, и дальше, типа, будем жить так, как жили, раньше. Либо я сейчас возьму ситуацию на себя, и сделаю этот шаг. И я со слезами на глазах прощалась. Как мама представляешь, что переживаешь, когда всегда ребенок рядом с тобой, и резко момент, она от тебя уходит. На три дня. Ну, по наших религий, вот, например, да, как религиозные, например, нельзя было. То есть сейчас, то есть сейчас уже, хоть кто, как по современному, все как хотят, так и одевают, все как хочет, так и ходят. То есть не так уж сильно строго, поэтому я им горжусь, всех. Для меня они все в одном уровне, но малико же у меня немножко вот так, потому что она маленькая. Я всегда всех детей говорю, что всех я вас люблю. Хоть вы каким бы ни были, но малико немножко больше люблю. Мы все ее немножко больше любим. А вы вот сейчас, ну, достаточно молодая женщина, вам 42. Вы допускаете для себя возможность, что вы можете еще выйти замуж? Ну, как сказать, я боюсь. Почему? Потому что у меня в жизни была, я в 16 лет вышла замуж. У меня был один, единственный мой муж. Я ни с кем не встречала, ни с кем не гуляла. Например, вот 4 года, да, у меня мужа нету. Я тоже ни с кем контакт не держу. Кто что говорит, мне не нравится, сразу скажет, а близо себя я хочу что-то. Мадине тоже говорит, кто-то есть? Тебе пишет мама в инстаграме? Я говорю, если они сразу скажут, что я хочу что-то, чего-то, я их заблокирую. Она говорит, и что, мама? Я говорю, не знаю. Просто в такое воспитание я пошла, не могу вот шагнуть. Вы покрытое ходите, по идее, обычно женщины ходят, потому что муж. Вот вы сейчас можете же ходить, не покрытое. Почему вы? Я только перед своих семью могу без покрытия ходить. То есть вот так. То есть вы знали, что мужчины придут в Дубае. Вы все здесь, теперь в Дубае, обосновались? Или вы все-таки туда-сюда, и потом в Россию уедете? Вам надо сейчас работать, или вы сейчас семьей занимаетесь? Нет, семьей занимаюсь я. А Маляка учится, и ты здесь, в Дубае, в школу ходишь? Да. Ой, я волнуюсь. Я тоже волнуюсь. А тебя уже воспитывали как в мусульманских традициях, или уже не было у вас такого? У меня было все свободно как-то. Ну, самое младшее, потому что ты. Все самое худшее, она привезла. Досталось тебе. Как минимум, я хочу, чтобы она показывала свое творчество, она у меня очень красиво танцует. Я хочу, чтобы она раскрепощалась, и больше становилась медийной, потому что ей само это нравится, в первую очередь. То есть, она в кадре выглядит совершенно по-другому. Она очень харизматична. Ты не скромничаешь в кадре. Мы дети интернета, мы росли инкогнито, или как это называется. Когда никто тебя не видит, ты показываешь. То есть, ты можешь быть крутой, когда ты одна, выкладывать контент, все думают, что ты суперкрутая, а когда ты придешь в какое-то общество, ты будешь стесняться. Но это неопытность, потому что опыта нет. Допустим, если бы это было в десятом интервью, скорее всего, я бы более четко выражала свои мысли и не терялась бы. Но это сегодня хорошо. Ты, кстати, очень хорошо держалась, ты застеснялась уже домой, когда приехала. Если бы это было в моем десятом интервью, то это был бы какая-то, как-никак, скилл, который бы я уже наработала. Я бы могла заканчивать свою мысль и преподнести себя совершенно по-другому. Но так как у меня нет опыта в этом, я только начинаю разговаривать, а плюс у меня еще был комплекс моего голоса. Все вместе взято. Комплекс голоса? Ну да, Маляка скажет, сколько раз я снимаю видео. Одну историю я могу снять. Сколько раз? Тысяча. Даже больше. Я могу час снять одну историю 15 секунд. Ты переделываешь, потому что тебе не нравится, как голос звучит. Только из-за голоса. Как я говорю, да. Ну, с другой стороны, слушай, это твой бизнес, ты чувствуешь, как надо вести, чтобы на тебя подписывались, чтобы... Но с другой стороны, я видишь раскрепощенная. Так же и Маляка. То есть, если у нее будет опыт в общении, или там она начнет ходить на ивенты, начнет разговаривать и коммуницировать с людьми, она так же будет раскрепощаться. То есть, это не так, что мы такие, например, в интернете можем показать себя одними, а в жизни мы на самом деле другие. Отчасти, может, это так и есть. Но как только камера уйдет, мы совершенно по-другому начнем разговаривать в более спокойной обстановке и нам будет комфортно, потому что мы не будем бояться камер. А так как камеры снимают, я думаю не только о том, как закончить мысль, а еще, как я говорю и что я говорю, а почему я сейчас так сказала, остановись, а я не могу остановиться, продолжаю мысли и все, я начинаю все накручивать и думаю, это все еще снимается, а вдруг она не обрежет. В общем, оказывается. Да, кстати, я хотела бы зайти на эту платформу. Интересно бы. А я уверена, что, кстати, у тебя бы получилось. Тебя так интересно слушать, иногда ты говоришь иногда вообще, хоть даже глупость, а я тебя слушаю, мне интересно. Это же чисто стримерский талант. Есть те, которые говорят, ох, эти тупые тиктокеры, бич нашего времени, а кто-то пытается этот тренд понять. Ведь то, что становится трендом, наверняка это отвечает духу времени. Смысл там таких интервью, где тебе дают какие-то... Ну, не то, что-то даже гасит, а знаешь, тебе дают какие-то... Нет, это гасит. Давай так, это гасит, это запланированно всё делают. Ну, а иначе зачем показывать людям, насколько дети не образованы, чтобы родители следили за детьми? Не сказала бы. Не знаю. Мне кажется, что... Ладно, рассказывай. Нет, нет, мне тебе интересно... Нет, рассказывай. Ну вот смотри, я сейчас тоже тебе могла бы задать ряд вопросов, и мы бы поняли, что у тебя есть определенные пробелы в образовании, но ты их не отрицаешь. Нет, я не отрицаю, конечно. И получив сейчас возможность... Ты уже в своё время слила огромное количество денег в пустоту, но сейчас ты понимаешь, что те деньги, которые ты зарабатываешь, уже не такие огромные, как раньше, ты их сейчас хочешь тратить на образование, чтобы восполнить эти самые пробелы. у меня и опыт. Опыт... Ну смотри, сколько людей в 22 года становятся успешными, сколько из них протаптывают путь без помощи родителей. И вот из этого количества людей я. Я уже более или менее стабилизировалась и могу дать отпор человеку, если раньше я не могла это сделать. Потому что сейчас, будучи взрослой, и когда мне там... Я сижу и думаю, блин, почему люди могут там сказать, что я тупая, потому что я сказала, что Оскар неценная награда. Хотя в интервью у Собчака этот момент, где я рассказывала, почему Оскар неценная награда, обрезали. И люди не до конца поняли мою мысль. А что ты сказала? Я имела в виду, что вот смотри, мы ехали на Муз-ТВ тогда, и мне говорят, насколько тебе такие мероприятия по духу. Я говорю, не знаю, мне это не совсем близко, потому что... Вот я привела тот же самый пример, который сейчас расскажу. Я говорю, у меня в школе был учитель по физкультуре. Были праздники, Курбан-Байрам, мама что-то готовила, я приносила этой учительнице по физкультуре сладости. Она меня более близко принимала. Было соревнование, нужно было пробежаться по короткой дистанции. Я бежала хуже, чем девочка, которая была рядом со мной. Но мой преподаватель поставил меня, потому что я ей была близка. И я привела этот пример к чему? К тому, что я не знаю, насколько награда, которую может получить та или иная звезда, на сцене справедлива. И поэтому для меня Оскар не ценная награда, потому что все это может быть куплено, все это может быть несправедливо. Никто об этом не знает, только внутри. Я вообще не поняла, почему это вызвало такой резонанс, если честно. Потому что люди не так меня поняли. Есть огромное количество очень умных, уважаемых, авторитетных людей, которые говорят уже много лет, что Оскар себя дискредитировал. Есть очень много вопросов к критериям выбора. Ты имела в виду, что если это выбирает жюри, то критерий нам не ясен. А вот если, например, в интернете критерий ясен, потому что люди, тут понятное дело, людям нравится, мы видим по количеству просмотров. А что касается Дани Милохина, слышала ли ты, что сейчас происходит в его жизни? Он со скандалом покинул ледниковый период, он был там партнером Жени Медведевой и уехал сюда, в Дубай. Да, он у нас жил. Так молодец. У тебя дома? Да, он как раз в этот период прилетел к нам. У него друзья живут, наши общие друзья на 11 этаже, а мы на 21. И он прилетел к ним, у них было очень много людей, 8 человек жили в одном, ну, в 4-комнатной квартире, там пары, не пары. У всех, короче, была комната, у него, у бедного не было. Я говорю, ну ладно, поднимайся к нам, будешь жить в нас. И вот он жил в этот период у нас. У нас это у тебя и у сестры? У сестры, да, да. Ну, то есть у тебя дома, по сути, живут Дани Милохин. Да, да. Сейчас он улетел в Америку, ну, вот позавчера, по-моему, я даже не успела его провести. Знаешь, он просто такой, я поживу? Все, да, конечно, поднимайся, поживи. Он там оставил свой чемодан, ходил, катался на роликах. Я у него даже спросила, почему ты улетел? Он сказал, ты знаешь, есть такая вещь, типа, когда прет и не прет. И вот когда мне не прет, я не хочу этим заниматься. И он довольно свободный человек, у него есть на это право. Я даже не стала его осуждать или там допрашивать. Если он решил, значит, ему так комфортно. Просто очень интересно, знаешь, что есть контрактные обязательства, и до этого проект ледниковый период могли покинуть только участники, у которых случились травмы. А он уехал просто потому, что захотел для всех. Это да, не мелохи. Он по жизни такой. И у него есть какая-то легкость к этой жизни. В каком-то плане я даже ему завидую, потому что он может себе позволить делать то, что он не хочет, если ему что-то запрещают или если он чувствует какой-то напряг, он может взять и отказаться. Это классно, когда ты не думаешь, я даже сейчас, ну только не обрезай, классно, когда ты не думаешь о том, как было бы комфортно другим. В первую очередь думаешь о себе и о том, насколько тебе нравится то или иное место, в котором ты сейчас находишься, и в тех или иных обстоятельствах, насколько они тебе комфортны. Классно, когда ты думаешь о себе в первую очередь, а не о других. Когда мы жили вместе, мы даже снимали тиктоки совместные. Но он сейчас в ресурсном состоянии. Я у него ничего не спрашиваю, потому что мне как-то жизнь Дани Милухину неинтересна. Но вместе с тем, ты к нему симпатию какую-то испытываешь. Нет, симпатию в плане как мальчика нет. Нет, не как мальчику, а просто как персонажа, как человеку. Как его поведение, отношение к себе, да, классно. Потому что я, например, очень много думаю. Я очень много все анализирую, начинаю загоняться, думать, блин, а вдруг этому не так, если я скажу, он подумает, а вдруг она подумает, а вдруг ему неприятно, давай я сначала сделаю, чтобы им было комфортно, а сама потом. Вот в этом плане я себе не нравлюсь. А то, как он свою жизнь ценит, любит, и для него жизнь это раз, ну, как сказать, для него жизнь это его мимолетное мгновение. Я не знаю, как я объясню. Но живет моментом. Ну, то есть он живет моментом, и я завидую в этом плане ему. В хорошем смысле. Я бы хотела научиться меньше думать, стараться меньше думать о других людях в первую очередь. Вот, как-то так. Ты сейчас свободная девушка? Да. Твои отношения закончились... Вот ты еще говорила, на Новый год вы были вместе с твоим молодым человеком, но ваши отношения... В Мае мы расстались. Как раз, когда ты сюда переезжала? Нет, как раз, когда моя сестренка прилетела. Я бежала к сестре, она меня хотела обнять, поцеловать, я ложилась с ней, и она меня наполняла той же любовью. И потом бежала к молодому человеку, там мы с ним спали, и понимаю, что я перенасыщаюсь. Ну, то есть, получается, что ответственность за сестру, за семью взяла верх, и ты не смогла вот в этих беззаботных отношениях так же органично существовать, как раньше. А сейчас, когда вы здесь, и у тебя за сестру ответственность, и когда ты для нее источник дохода, и мама, и сестра, и все на свете, ты функции материнские, даже отцовские на себя взяла. Ты продолжаешь быть источником дохода для своей семьи. Да, это так. Но я сейчас хочу перестать становиться для своей семьи папой, потому что я поняла, что когда я взяла эту роль, я потеряла себя. Сложно постоянно думать обо всех сразу. То есть, у меня же не только моя мама, еще и братья и сестры. И я решила, что я возьму ответственность за свою сестренку сейчас вот, которая у меня самая младшая. Я смогу ее воспитать, я смогу ей дать образование. Но за всех остальных братьев и сестры, и маму в том числе, я больше не хочу брать такую гиперопеку и ответственность. Я поняла, что сейчас им уже это не нужно. И мне гораздо стало проще. Я стала более женственной, потому что я начала собой заниматься. Я встала на свое место. Я начала маме рассказывать о своих проблемах, о которых раньше я, например, не могла рассказывать. Потому что для своей семьи я всегда думала, что надо быть сильной, надо не показывать, что тебе плохо или больно. А когда я открываю рот, а я открываю рот только во время интервью и начинаю плакать. И это ненормально. Да, ты, кстати, плакала во всех интервью, которые я с тобой видела. Да. И потому что я не с психологом не прорабатываю, а не с родителями, не с мамой разговариваю о каких-то вещах. И когда мы начинаем с кем-то по душам разговаривать, мне есть что рассказать, потому что у меня внутри очень много моментов, которые, например, я спустя года не рассказываю. Эта колба наполняется, но наполняется в моменте. И в интервью начинаю захлебываться слезами. Интервью как терапия такая становится, да? Да. Потому что ты в интервью говоришь о том, о чем-то в повседневной жизни. Никогда не говорю. И сейчас вот я с мамой начала разговаривать. И я поняла, что играть свою роль в этой жизни куда лучше, чем пытаться быть для семьи или для молодого человека или для родителей кем-то. Потому что, знаешь, эта ситуация чем чревата? Посмотри на Бритни Спирс. Ну, можно сказать, была источником дохода для своей семьи. А потом печально закончилась. С семьей-то как все ужасно сложилось. Поэтому в каком-то смысле более здоровая история, что все как-то сами по себе где-то помочь, а где-то все-таки подумать о себе. Это как в самолете. Наденьте маску сначала на себя, а затем на ребенка. Ты сказала, что, возможно, пройдет год, и ты сможешь в каких-то вещах поговорить с мамой, о которых ты сейчас не можешь с ней поговорить, в силу того, что она определенным образом воспитана, в силу ментальности, но она уже сформированный человек, взрослый. Но, тем не менее, она меняется. И под твоим влиянием в том числе. Как тебе кажется, чтобы поменять ментальность человека? Долгий ли надо проделать путь, и вообще возможно ли это? Это возможно. Это долго. Но если человек сам не захочет меняться, его ничто не изменит. Вот, ну, вообще ничто не изменит. Моя мама просто такая, я хочу жить для своих детей, я хочу жить для своей семьи. Когда я ей сказала, что мам, ну, такую фразу, мам, не то, чтобы я не буду приходить к тебе на помощь или не буду тебе помогать, но просто представь такую ситуацию, что ты вот станешь очень-очень взрослый, представь, насколько будет обидно, что тогда тебе было 45, а сейчас тебе энное время, и ты до сих пор сидишь, грустишь и живешь для детей, и в какой-то момент я где-то буду супер занята, или там сестры не смогут взять трубку. Ну, так случайно получится, что в один момент, ну, никто не сможет взять трубку, но я опять же ей говорю, мам, это, такого никогда не произойдет, я тебя никогда не оставлю, не брошу. Ну, представь, ну, просто я не возьму трубку, и ты начнешь из-за этого очень сильно загружаться, плакать, что твои дети там тебе не помогли. Я говорю, так вот, чтобы не было такой ситуации, чтобы ты не чувствовал себя одиноко, когда мы не сможем взять трубку, тебе надо начать работать над собой, и у тебя только-только жизнь началась. И она потихонечку начала принимать это. Семья для меня это больная, больная тема, потому что столько бунта было внутри семьи. Потом я вышла из семьи, поняла, что мир совершенно не такой, каким показывала его моя семья, разочаровалась вообще во всех представлениях о жизни. Потом начала сталкиваться с трудностями, о которых моя семья меня не подготовила и не предупредила, но они тоже не знали от незнания. Я их не сужу ни в коем случае. Они дали мне столько воспитания, сколько им давали их родители. Но это как, короче, ребенок вышел в джунгли и начал постоянно спотыкаться и попадать в неприятные ситуации. И я такая, так, с этим надо работать, а мне еще параллельно надо развиваться, параллельно учиться, параллельно зарабатывать деньги. И, естественно, очень многие моменты трудно прорабатывать без психолога. И я крайне самой себе даже хочу порекомендовать хотя бы первый раз пойти и записаться. Как ты вывезла это все одна без психолога? Я, честно говоря, не очень могу понять, потому что на тебя свалилось такое. Много токсичной энергии, много зависти, много желания, наоборот, к тебе прикоснуться, урвать от тебя что-то. А как ты разобралась с этим, что ты вечный какой-то, не знаю, кормилец, спаситель всей семьи? Это тоже тяжелое время. И из него выпытаться очень сложно. И ожидания вечно к тебе повышены. У тебя, кстати, в семье, сейчас твоя семья работать кто-то начал, вот кто-то, чтобы сам себя обеспечивать? Или ты до сих пор всех задержишь? По чуть-чуть работают. Брат начал выходить на заработки. Но потихонечку. Я с мамой даже до сих пор не могу поговорить откровенно. Я боюсь с ней остаться наедине. А на какую тему, например, ты боишься с ней поговорить? Там... Ну, хотя бы одну. Я не знаю, как тебе это объяснить. Но это... Я даже не хочу это говорить, потому что я знаю, что мама посмотрит потом это интервью. И говорю, что надо просто время, чтобы она поняла... Точнее, чтобы она пришла к этому. К тому, что я хочу там с ней поговорить и о чем ей рассказать и поделиться. Но мне очень сложно рассказывать ей какие-то секреты свои. Хотя, казалось бы, это не секреты, это то, что в моей жизни происходит, а мне приходится это скрывать от нее. Хотя это странно. В 22-е года скрывать от нее какие-то секреты, которые... Ну, типа, я не могу там долго тусить с друзьями или остаться на ночевке с подругой. Потому что боюсь, что мама меня... Мама меня убьет. Я когда подруге говорю, блин, меня мама убьет, если я сейчас не приеду домой. Она такая, что тебе это слышать очень странно. Но да. Я до сих пор использую фразу «мама меня убьет». Хотя я, типа, вот осталась недавно подруге с ночевой. И я думала, все, мне крышка сейчас тысячу вопросов будет спрашивать, где ты, с кем ты была, что ты делала, почему ты ночью пропала. Я прихожу, она такая, ой, ты пришла, поцеловала меня. Я такая, но я все равно не могу сесть с ней и там поговорить, понимаешь? Потому что страшно. Это вот отложилось из-за семьи. То, что раньше она все говорила и запрещала, а сейчас я выросла, и она мне ничего не говорит. И она хочет, видимо, что-то сказать, но боится, потому что, видимо, думает, что я зарабатываю деньги. И она уже ко мне начала относиться по-другому. Что вот я кормлю семью, и она относится ко мне, как к папе когда-то относилась. Ой, папа пришел, тише. Так, не плачь. Это не делай. Я вижу со стороны, и это так грустно, потому что у нас есть какой-то барьер друг от друга. Потому что вы немножко ролями поменялись. Я вынуждена обо всех заботиться. А это всегда большой груз для психики. Да, это очень. Мы обещали, что я не буду пакать. Одна из таких резонансных историй, связанная с тобой, Лазарев. Да я до сих пор не знаю его историю жизни, кто такой Лазарев. Блин, я не знаю. Я знаю только из детства, что у него есть какие-то треки, но я даже не знаю их. Когда он отреагировал на это тем, что неплохо было бы тебе познакомиться с его творчеством, ты на это сказал ему, вам придется принять наш мир. А я, например, не захламляю голову 15-секундными видео, которые не несут для себя. Завелся. Нет, а я как бы два поколения. Я поэтому спокойно слушаю. Если ты не начнешь смотреть эти 15-секундные ролики, ты так и не познакомишься с ними, поэтому тебе придется принять наш мир. Мне показалось, что это очень так лихо и смело было, и с одной стороны звучало довольно самонадеянно и самоуверенно, но с другой стороны я понимаю, о чем ты говоришь, потому что отрицать этот мир это как отрицать тренд. Вот у меня сейчас растет сестренка, ей 12 лет, и она увлекается и следит не за тиктокерами, а за другим новым поколением молодым. Это стримеры. Стримеры довольно недавно выстрелили, и они становятся сейчас популярны для новой молодежи. Их начинает смотреть огромное количество людей. И в том числе моя сестренка. Я где-то полгода назад не знала, кто такие стримеры, и она начала меня освещать. То есть есть поколение еще более молодое, чем ты, более продвинутые, по сравнению с которыми ты взрослая. Да, да. То есть тикток это уже не самое новое модное и продвинутое, то есть уже новый тренд это стримеры. Да. Но сейчас огромное количество людей начнет гуглить, что это такое. То есть давай объясним, что это в режиме реального времени блогер показывает то, что происходит в его жизни. Блогеры, да. Блогеры, да. Уже стримеры. Стримеры. И у них тоже есть свои слова, свои фразы. Они снимают на Твиче. Я знаю нескольких стримеров. Если бы я это не принимала и такая вот, ой, стримеры, да что это такое. Чтобы найти общий язык со своей сестренкой, мне нужно принять ее мир и мир, в котором она растет. А это не плохой мир и не хороший. Это другой мир. Твой сын в поколении стримеров как раз. И как ты относишься к тому, что твой сын смотрит ТикТок? Я ограничиваю время, безусловно, потому что совсем ему дать нырнуть в этот поток информации это не очень правильно. Я, конечно, какие-то ставлю рамки с одной стороны. А с другой стороны я абсолютно четко убеждена, что я не могу его изолировать от реального мира. Он должен с ним взаимодействовать. Я уже у него перенимаю какие-то вещи. Сколько ему лет? Ему семь. И он мне говорит, что мой канал никакого смысла не имеет, если я не сниму Влада бумагу. Да ладно. Влад, выходи на связь. Согласись, я могла бы сказать, господи, какой ужас и кошмар, какие герои нового поколения. Но я действую по-другому. Я изучила, посмотрела. Во-первых, кстати, он не ругается матом. Это ламба. Да, он не ругается матом. То есть, это уже неплохо. То есть, я понимаю, что у меня нет как минимум одной из причин, чтобы запрещать это ребенку. Я не увидела там чего-то вредного. Меня зовут Влад А4 и добро пожаловать в новое видео. Сегодня я буду говорить 24 часа до своему младшему родному брату. Купи? Купить тебе такое? Да, на пульте управления. На пульте управления? Да. Да? Я с ним два раза виделась. Он очень стеснительный, скромный мальчик. Ну, прям душечка. Я уверена, огромное количество людей под этим видео напишет. Надя, зачем вы позвали эту девушку? Она же совершенно необразованная и так далее. А кто-то из твоих фанатов скажет, Дина, зачем ты пошла к этой надежде? Это же вообще олд какой-то, который вообще в этой жизни ничего не понимает, сидит и делает такие старообрядческие портретные интервью. Да, ну, прекращай. Но, тем не менее, мне кажется, что это интересно, когда два этих мира соединяются. Сейчас я как-то по-другому все равно внутри чувствую, что я по-другому раскрываюсь и хочется еще больше рассказывать. И если первые 10 минут у меня был страх и волнение, то сейчас потихонечку оно, знаешь, улетучивается и как-то легче. Даже на той же пушке я когда с Ксенией сидела и с Ксюшей Хоффман. Я тогда пила алкоголь. Хочу так откровенничать, пооткровенничать. И я выпила очень много. Чтобы рассказать. Прямо на интервью. Да. Ну, я не могу. Дайте мне, пожалуйста, что-нибудь и дайте мне, пожалуйста, выпить. Но сейчас, как ты видишь, я бросила пить, я бросила курить уже полгода. Не пью и не курю. И это как раз связано с моим ментальным здоровьем. То есть оно у меня стало в порядке. Если раньше я пила алкоголь, я в принципе не умею пить. Если раньше я пила ее, чтобы просто, знаешь, забыться и напиться, и чтобы не помнить вообще, что я там творила и... Нет, счастливой жизни, грубо говоря. Ну, конечно. То сейчас я, наоборот, не хочу пить. И это искреннее желание, а не запрет, который, знаешь, типа, я такая, блин, так хочу покурить или так хочу попить. Наоборот, у меня сейчас появилась зависимость быть трезвой, я это назвала. Ну, как хорошо ты сказала. У меня сейчас зависимость быть трезвой, и это очень круто. То есть я хочу сказать, что ты очень хорошо берешь интервью и ни в коем случае не думаешь, что что-то как-то по-старперски это вообще... Нет, это не так. Ну, даже если так, слушай, я, по крайней мере, стараюсь тебя понять. Ты когда-нибудь встречалась с Лазаревым после интервью Ксении Сомчак? Я его видела... Ладно, не буду сплетничать. Да, видела. Как вы встретились? Никак, он даже в глаза не смотрел. Мы были на совместном путешествии в Анталии, в Турции. Анталия же, да, в Турции находится. Да. В Анталии. Ну, то есть где-то на отдыхе ты его встретила? Мы встретились с ним в Анталии, да, и у него вилла была напротив нашей виллы. И как-то он, я не знаю, видел меня и такой, типа, выбежал, ой, забежал домой и после этого вообще не появился. То есть ему некомфортно было с тобой встречаться? Супер некомфортно. А тебе? Мне нормально. Тебе все равно? Я бы даже с ним села бы и могла бы спокойно поговорить. Я понимаю, что у него, знаешь, вот это да как ты меня, меня вся страна знает, да ты, да ты врешь, ты меня знаешь. Да не знаю я тебя, чувак, успокойся. Ну, я не должна... Я там о Ломоносове, о Лермонтове еле как-то что-то знаю. Да тебя вообще мне нет дела. Ну, типа, искренне, я не знаю. То есть если за Димой Биланом, например, я следила, и мне там его песни нравились и нравятся. И сам по себе Дима очень открытый, он дружелюбный, он приветливый, он пришел, я когда позвала всех на 10 миллионов, Дима Билан был одним из гостей, которого я не ждала. Ну, типа, я думаю, ну, наверное, не придет, но все равно попробуй отправить. Он мне отправил вот такой огромный торт, потом пришел сам, мы посидели с ним, поговорили на лавочке, семечки пощелкали. И Дима очень открытый, и за ним до этого я за его творчеством следила. Ну, видимо, сам по себе человек такой, если я в детстве за ним не следила, значит, такой прям уже чревый был, наверное. Я не знаю, но не следила, даже песни одного не знаю. А с Димой в итоге сложилось, ты его пригласил, и он поучаствовал. О, да, я с ним прям подружилась. Ну, типа, чувак, будь проще, сними корону. Сейчас не тот период и не твое время. У каждого поколения время приходит, они вот на пике, а дальше уже идет стабилизация, и дальше идут какие-то пути, по которым ты развиваешься, но уже стабильненько, понимаешь? А он, видимо, поймал вот эту вот звезду, и на этом пике вот до сих пор, да как ты, это тот же Филипп Киркоров, да, который король, да? Да, ну, который король. Филипп Киркоров не ловит такую звезду, хотя он имеет полное право на это, я считаю. Ну, если бы я не знала Филиппа Киркорова, я не знаю тогда, ну, типа, я вот такая, так, Дим, все очень стыдно. Тут Лазарь-то, господи. Ну, Филипп Киркоров, ты знаешь хоть какие-то песни? Да. Например? Синий, если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть. Забудь. Ты прочно в умах людей, которые живут в России, ассоциируешься с девушкой, которая поддерживала Алексея Навального. Расскажу немного предысторию. С Алексеем мы общались исключительно в Инстаграме. Алексей написал тебе, сделал тебе много комплиментов, написал, что он очень хотел бы как-то с тобой общаться, что ты помогла ему. Интервью на Пушке сначала. И попросил тебя помочь, завести ему... Тикток-аккаунт. Тикток-аккаунт. Я, естественно, давай, конечно, я тебе сейчас помогу. Он обращается ко мне за помощью, а мне нравится помогать. Представляешь себе, что такое, например, политическая программа Навального? Я за Навальным вообще не следила. То есть за его творчеством. Кто он такой, и за что он, и против чего он? Политика никогда не интересовалась и до сих пор не интересуюсь. Для меня это то, что то, куда я вообще не хочу лезть, но, к сожалению, я полезла из-за того, что пришел входящий запрос на меня и еще с интересом таким, знаешь, помоги мне. У него есть Инстаграм, что он показывает свою семью, что он открыт к людям. Я думаю, ничего себе, такой политик, такой открытый, такой искренний. И вот эта вот искренность меня и подкупила. Я такая, да, конечно, Леш, давай сделаем. Я тебе помогу. И после этого там несколько еще ситуаций случилось, куда я полезла, не разобравшись, к сожалению. И сейчас, например, я, если мне скажут и спросят что-то или ты спросишь что-то про политику... Про внешнюю ситуацию ты откажешься отвечать. Да, потому что если бы я была политологом, я бы с тобой села и поговорила. Если ты у меня спросишь что-то про ТикТок, я, если скажу, ой, слушай, я не знаю, это было бы глупо. Ровно так же глупо мне говорить то, о чем я не знаю. Я делаю контент, я в этом хорошо разбираюсь, это моя профессия. На эти темы ты можешь задавать мне любые вопросы. Ты видела вот эту историю Ларисы Долиной и Вали Карнавал? Конечно. Какие вызвало у тебя эти эмоции? Ну, как у меня с Лазаревым. Просто поколение старшее не готово принять, что они уже не настолько актуальны, насколько были раньше. Меня удивил такой факт, что ТикТокеры не хейтят Ольгу Бузову. Да, мы очень любим Олю. У людей моего поколения принято стебаться над Ольгой Бузовой. Почему так? А ТикТокеры ее наоборот любят и поддерживают. Какие-то принципы и нормы, которые были раньше, сейчас уже не работают на новое поколение. Мы по другим критериям оцениваем людей. А не кажется ли тебе, что она, будучи все-таки человеком моего поколения, но немножко ведет себя как человек твоего поколения? То есть вот вся ТикТок эстетика ей в целом-то близка, и она порою в жизни себя так проявляет, как люди моего поколения не готовы воспринимать. Я как-то так это же классно. И за счет того, что она искренне это все показывает и все говорят, Оля не такая уже глупая, она очень умная. Мне, кстати, кажется, она не глупая совсем. Она такая, какая и есть. И можно искать подвох и думать, что это все запланировано или все это... За этим стоит огромная команда и над этим работает миллион людей, но на самом деле человек, когда искренне себя показывает... Я не знаю, я верю Оле в плане то, как она проявляет себя, как она показывает, подает себя. Иногда, может быть, да, действительно, какие-то моменты, где она показывает, что... Чуть-чуть переигрывает. Переигрывает, да. Но в большинстве случаев я ей верю. До сих пор для меня загадка, почему она вызывает такие негативные эмоции у огромного количества людей, потому что меня совершенно не триггерит все, что она делает, я так же, как и ты, меня вот ничто в том, что она делает. Ну, вот она окажется немножко странной, да, но глобально, ну, тоже, наверное, талант умудряться людей вот так вот расшатывать. Ну, тоже круто. И знаешь, о чем я еще думала? Если до недавнего времени, да, все тренды шли все-таки с ТикТока, интересно то, что самые прогрессивные, продвинутые, молодые не хейтят Бузову, то есть модные люди, по-настоящему модные люди, да, они Бузову не хейтят, а люди моего поколения считают своим долгом пройтись по ней и как-то ее прям жестко как-то приложить. В Телеграме вообще, если день прошел и кто-то не постебался над Бузовой, то день прожит зря. Может быть, ты на другие каналы подписана, где этого не происходит? Кстати, на какие каналы в Телеграме ты подписана? На твой, на свой, на Ома, Аманка. Еще есть пару неизвестных каналов, у них по 4-5 тысяч подписчиков, А, и я легко еще смотрю. Я тоже раньше была подписана на миллион каналов, и это расшатывало мою психику, и я поняла, что это один из рецептов вообще пути к ментальному здоровью, убрать лишнюю информацию. Я так отписалась от 70% подписок своих, на которых я была подписана и в Инстаграме, и где только это возможно. Это очень удобно, и это очень хороший лайфхак, почистить подписки, начать хотя бы с этого. Ты как девушка модная? Более того, в моде довольно прогрессивная, то есть ты какие-то тренды предугадываешь, и в то время как многие их не понимают, ты с этими огромными, сейчас, кстати, у тебя их нет, но даже вот с этими огромными акриловыми ногтями доходила одна из первых, в то время, когда это вообще никто не понимал, все хватались за колы, выговорили, что... Ну, то есть это выстебывали те, кто не понимал. Я еще тренд запустила, ногти как у Дины Саевой, люди начали это так называть. Я на одной руке делала наращивание, длинные ногти, на другой короткие, да. И это такой тренд пошел по Москве, я не знаю, как по России, может быть, тоже набрал какой-то пол популярности, но в России точно очень многие приходили в салон и говорили, можно мне ногти как у Дины. Сейчас я не делаю это, и вообще у меня в планах здесь, в Дубае, открыть свой салон красоты. Потому что с этим проблема. Вот такой инсайдик. Во-первых, проблема, а во-вторых, я люблю очень сильно ногти, и мне кажется, что если бы я, если бы ты задала вопрос, если бы не блогерство, то что бы ты делала, я бы сказала, скорее всего, открыла бы свой салон маникюрный и стала бы там делать ногти и контент по ногтям. Мне очень нравится. Это же цитата нулевых, а в нулевые все с этими ногтями ходили. Ну не все, но там, девушки. А ты когда тренд улавливаешь, ты осознаешь, что он значит? Или ты просто его почувствовала и адаптировала? Или ты понимаешь его смысл, что это тренд из нулевых, а сейчас мода на нулевые? Что в этом есть элемент немножко даже как бы иронии какой-то? Или ты просто чувствуешь его улавливаешь, ты не всегда понимаешь его суть, но просто у тебя есть вот этот талант и способность его поймать? Когда как? У меня, повторюсь, у меня нет какой-то команды, с которой бы мы сели и такие, так, это тренд, надо держаться. У меня это как происходит? Где-то внутри ёкнуло, это мне близко или это интересно. Я улавливаю, дорабатываю, подстраиваю под себя и выплёскиваю какое-то творчество, которое уже потом начинает вируситься. Про молодого человека. Ты сейчас одна, вы расстались в мае, потому что тебе было очень сложно совмещать и заботу о семье, и вот эту лёгкость в отношениях дарить. За то время, что ты в Дубае, были ли какие-то женихи, ловстори, бойфренды, ухаживания? Да, бывали и до сих пор есть, но сейчас я свой фокус перенаправила на семью и на образование сестрёнки. Опять я взяла, конечно же, роль мамы, но я сказала, что всё это вот образование дам сестре, всё, точно, точно больше не буду брать ответственность. Но как, это не значит, что я забью на свою семью и перестану им помогать, типа вы сами там разбирайтесь. А в плане, я буду за ними следить, буду им отправлять деньги, если им необходимо будет, буду также маме помогать, ей нужны какие-то косметические процедуры, поухаживать за собой, сходить на ногти, я ей выделяю бюджет на это. Но как раньше, я не буду этим заниматься. И пока что сейчас, так как я сама не стабилизировалась в этой стране, так как у меня расходов очень много, образование сестрёнки тоже по 2 миллиона в год выходит, плюс помимо её образования другие расходы, плюс квартира, мы ещё параллельно делали резидентство, я ещё хочу взять машину в аренду, потому что здесь такси очень дорогое, и проще брать в аренду машину, ну и самой как-то научиться водить, наконец уже получить права здесь, это новый этап, и я считаю, что это важно сделать. Я понимаю, что расходов очень много, и я хочу самостоятельно зарабатывать деньги, и пока что мне не до ухажёров, в плане, если я сейчас найду ухажёра, то мои всё равно какие-то минимальные потребности, я всё-таки избалована, и, к сожалению, в плане, я не буду смотреть на парня, который не сможет хотя бы минимально покрывать, там, закрыть счёт в ресторане, потому что у меня в опыте были такие парни, сейчас для меня это... Неприемлемо. Да, сейчас уже я понимаю, что так я не должна позволять. Я понимаю, что мои минимальные какие-то потребности человек, который будет со мной, тоже должен закрывать, но это не как содержанка, а как... Ну, стрёмно же ходить в рестораны, грубо говоря, и ты такой, давай разделим счёт. Ну, я... Понимаешь, я вообще человек старой формации, я тебя очень хорошо понимаю, мне тоже странно было бы это, но есть много женщин, особенно в Америке, Европе, для кого это ок. Потому что у них менталитет такой. Я не скажу, что я такая вся должна сесть, ты должен за меня, за мной ухаживать, оплачивать. Простым языком, я хочу заработать деньги, финансовую подушку себе сделать, потому что сейчас её нету, к сожалению. В Дубае очень много не просто мужчин, а богатых мужчин. Мне кажется, здесь для такой красивой девушки, как ты, ну, не должно быть проблем, мне кажется так, что найти себе обеспеченного мужчину. Ну, может быть, это не твоя цель найти обеспеченного, но просто их здесь много. Когда я осталась со своим молодым человеком, и об этом узнали в интернете, начали приходить подарки в лобби, оставлять постоянно какие-то букеты. Недавно подарили браслет, карте с бриллиантами за 800 тысяч рублей. Я посмотрела такая, что? И для меня это удивление, потому что до этого я никогда не принимала и в принципе не получала такие подарки, такое количество внимания. Видимо, я из отношения в отношения сразу же залезла. И когда я в отношениях, я очень преданная, я не смотрю и не принимаю подарки, не смотрю даже в сторону мужчины, который не мой мужчина. Если я еще зайду в отношения, я знаю, что я укутаюсь в этом изобилии снова, и мне будет очень комфортно. А это равносильно моего переезда в Москву и жить там, где тебя все знают, где ты там уже звезда, и у тебя есть какое-то определенное положение. А я хочу сейчас неудобства, вот эти дискомфорт. И поэтому для меня сейчас цель этот год как минимум быть не в отношениях, а просто ходить на свидания, изучать, какие парни мне нравятся. Потому что я же до этого никогда не делала такой анализ. Я вступила в отношения очень сумбурно, чтобы не быть одинокой внутри. И это было неправильно. Но, к сожалению, очень многие так поступают. Не потому что есть какие-то чувства, а потому что люди затыкают какие-то комплексы. Да. Я три года была в одних отношениях, потом залезла в другие, у меня не было никакого перерыва. Я залезла туда. И знаешь, что я поняла? Что сейчас я хожу на свидание, и я понимаю, что мне очень дискомфортно. Я вот сижу там с человеком, и мне кажется, что я сейчас начну это теряться, а из-за того, что я начну теряться, я еще в таком, знаешь, красивом платье, накрашенном сижу. И для меня это такой стресс. Я начинаю думать, что все, сейчас надо уйти, сейчас надо уйти, я ухожу. И люди на меня смотрят, некоторые, ну, с кем я ходила на свидание, такие, типа, блин, какая-то она странная. Я хожу на свидание, завтра еще на одни свидания, послезавтра еще на одни свидания. Этот поток свиданий не кончается, и мне очень нравится, что он не кончается, потому что делать выбор сейчас сразу и залазить в отношения я точно не хочу и не готова. Ну, у тебя такой период, ты сама с собой сейчас разбираешься. Да, изучаю себя. Вот я, например, поняла, что у меня не было подруг. Сейчас вот я подружилась с Диларой. Она тоже сюда переехала. И вы делали даже какую-то фотосессию очень в таком сексе. Такой она человек? Она такая же, как и я, очень наивная, очень открытая. Она, да, показывает себя вот такой прям секси, но она не только сексуальная, не только такая стервозная. Ну, знаешь, как на фотках. Да, да, да. Она еще очень милая, очень добрая, очень открытая, очень роднимая. Я с ней подружилась, потому что нашла какие-то качества, которые во мне также есть, и мы с ней чем-то похожи. И еще один момент нас сблизил. Я когда была пьяной, я ей руку откусила, хотела выпрыгнуть из машины. А она держала вот так дверь, а я пьяная белку поймала. И я такая, я хочу выйти, отпусти. А я не помню даже этот момент, представляешь? Ты не после этого решила пить, бросить? Нет, не после. Еще одна ситуация произошла, и потом я взяла детокс, и после детокса я такая, блин, что-то я месяц не пила алкоголь. Вау, классно, продержусь-ка я еще. И так вот продержалась, и я такая, потом первый раз на трезвую голову пошла на вечеринку, где все выпили. На следующий день все просыпаются, у всех похмелья, у всех все болит, звонят. Ты чего, как? Я такая, так я же не пила. И я такая, вау, как круто. Ну, после тусовки еще ты чувствуешь себя трезвым, утром просыпаешься, идешь на работу, там делаешь контент. Ну, то есть, для меня это было открытием. До этого я не знаю, почему я так не практиковала. Видимо, вот этот секундный, вот этот, знаешь, момент, когда ты такая, хочу. И все. После одного бокала точно пойдет вторая, третья. А тут я такая, не, не хочу. Я месяц так не пила и после бросила. Делара с Алишером сейчас вместе? Ну, я не знаю. Ну, все сложно. Ну, я честно не знаю. Даже я у нее не спрашиваю какие-то такие моменты, потому что мне кажется, что когда человек хочет, он может рассказать. Вот. Но мы недавно с ней были на концерте у Алишера. Отжигали как следует. Я научилась на трезвой, кстати, танцевать. Это круто. Но сложно. Знаешь, такая. Слушай, ну, есть ощущение, что там не все закончено? Я думаю, что если они смогут сохранить друг друга во всем этом хаосе, то это будут отношения, которыми я буду гордиться и которые меня будут вдохновлять. Вы профессиональный повар, да? Ну, как сказать, профессиональный повар, профессиональный, но я не училась. Смотри-ка мне говорит, я когда готовлю, быстрее режу, все так-так-так-так-так. И она говорит, мам, ты как-то делаешь, руку? Я говорю, свои руки я столько обожгла, сколько резала, и я привыкла уже. То есть, могу готовить. На сто, на сто пятьдесят, на двести человек могу спокойно готовить. Вы на свадьбу можете наготовить. Я помню, как мы мешками чистили мешок картошки, мешок морковки, мешок лука. Это я один день готовила. Один мешок мука, я тесты сделала, один день готовила. Все. Мы после школы приходили, мама такая, а ну, ты, картошка, ты морковку уберешь, ты лук чисти. Я такая, почему я лук? Э, сказала лук чистить. Давай, давай, давай. Когда будете замуж девочек выдавать, это будет все-таки такая более европейская свадьба, или вам важно, чтобы по традиции ваши какие-то. Честно говоря, я хочу, чтобы по-нашему. Сейчас наши тоже европейские свадьбы сыграют. Не то, чтобы у них была свадьба такой, чтобы моя мечта сбилась. А вы хотели бы, чтобы жених таджикский был, или можно, можно все-таки европейский или русский? если ислам принимает, два года надо поговорить. А ты была когда-нибудь в Таджикистане? Да. И как? Ну, а вам, как кажется, ваши дочки смогли бы сейчас жить в Таджикистане? Очень красиво стало наш президент. Настолько старалась, что для народов столько всего сделала, что очень город стал красивее, очень по-современной. Дома, которые вот, квартиры, которые видишь, вообще не хуже Дубай, можно так сказать. Да вы что? Да, даже вот лучше, я вот так комментирую, что я думаю, жили. Энтузиазма не вижу в их глазах. Когда Дина с кем-то встречалась, одобряли ли вы ее выбор? Честно говоря, была Рахим, я была против, он узбек, потом он как-то мне понравилось. Он узбек. Но узбек, это же... Я по-старинному, да, у меня воспитание не современное, по старинным векам. У нас раньше не подавали, то есть, например, другим нациям выйти замуж или жениться нельзя было. И к этим воспитаниям у меня такой же уровень. Я сказала, нет, нет, нет. Ну, потом ему понравилось, они расстались. Я говорю, он был хороший. Потом Данил, Данил или кто? Данил. Данил. Я смотрю, он уже глаз. Данил нравился? Она как-то признает, познакомится, я говорю, хорошо. У меня есть три вопроса, три предложения, не вопрос, три предложения. Калин платит по-мусульманской религии, а Брязани сделаю. Я вижу глаза вот этим громом. И Слав примет, а почему бы нет? Пожалуйста. Так, с женихами я чувствую, будет нелегко. Нет, с женихами как-то все-таки будет. А вот с мамой договориться, да, придется им хорошонько. Не являются ли альтернативой ТикТоку вот эти видео в ВК или шортсы в Ютубе? Ты не знаю, если есть ТикТок и отдельная платформа для этого, зачем пользоваться альтернативой? Почему в России Снэпчат не зашел? Мне кажется, что в Снэпчате, если я не ошибаюсь, там есть локация, то есть тебе показывают, в какой-то локации находишься. И люди как-то, мне кажется, в России очень боятся этого. Ну, я не знаю, может быть, это мое предположение. Здесь, допустим, я могу сделать Снэп, и там видно, в каком месте я сделала этот Снэпчат. Здесь, кстати, Снэпчат очень популярный, прям супер популярный. У всех он чуть ли не на втором месте после Инстаграма, а потом уже идет ТикТок. То есть твой отъезд из России был связан с тем, что ты просто не могла производить контент, не могла зарабатывать, не могла развиваться. Правильно я понимаю? Нет. Мой молодой человек говорит, полетели отмечать Новый год с моей семьей. Даня, который брат Алджи. Даня, да. Как получилось? Я отметила Новый год с семьей, и 3-го числа, 3-го января мы улетели на Кипр. Он уже с мамой там отмечал, с семьей, точнее, отмечал Новый год. Такой, прилетай к нам, отметим, ну, побудем здесь до 7-го числа. Что-то 7-е число, нам начинает нравиться Кипр, и мы там остались на 2 месяца. И вот дальше я рассказала уже, что я хотела в Дубай, потом в Берлин, и дальше путешествовать в разные страны. То есть твои все эти планы были до всех событий в этом году, которые произошли? Да. И потом я подумала, ну, я уже в стране, в России своего пика достигла. Я не хочу на телевидение. У меня была и есть до сих пор эта возможность. На каких каналах? Я не могу сказать, но там были хорошие каналы, на Муз-ТВ, по-моему, приглашали. Я не помню, если честно, это все было через моего менеджера. Но я сразу сказала своему менеджеру, что я хочу быть только в интернете. Я правильно понимаю, что тогда, как для многих успешных людей, особенно блогеров, все события, которые произошли, стали трагедией, для тебя они трагедией не стали, потому что ты свой внутренний большой конфликт в этот момент переживала. Я очень хорошо помню этот момент, когда ты была просто, ну, это было видно, что у тебя, тебе там лет 20, ты абсолютно, ты ребенок, тебя все разрывают на части. Я видела эти красные тени. Я еще без психолога и без продюсера. Я, кстати, не хочу, не знаю, хорошо это или плохо. Раньше я гордилась этим, что я без продюсера сама все сделала и до сих пор делаю. У меня нет никогда и не было продюсера, кто бы мог мне помочь и сказать один, вот здесь так лучше не говори, здесь вот так сделай. А все время самостоятельно все делала. Сейчас я не знаю, насколько это было правильно, потому что я все-таки спустя два года очень выросла и думаю, что, ну, как минимум, психика немножко расшаталась. Вот так. В интервью Собчак ты представила своего менеджера Егора и говорила о том, что я не знаю, я не знаю, сколько я получаю, вот он все знает, деньги сюда приходят. Мы с ним перестали уже работать. Вот я хотела тебя об этом спросить, ты говоришь, я ему абсолютно доверяю, я не знаю, сколько мне приходит, там мама распоряжается, там Егор распоряжается. Мы перестали с этим менеджером работать, там была ситуация с Гиевом, то, что я всех обманула, забрала деньги, хотя эти деньги до меня вообще не дошли, то есть я прям даже расстроилась, но я не знала, что делать в этот момент, потому что я думаю, сейчас, если начну рассказывать, буду думать, что я оправдываюсь, а трогать эту тему я не хочу. Ну, в общем, у него, у моего бывшего менеджера до сих пор суды идут, и он до сих пор их решает. Даже так. И он очень обиделся, что я в этот момент не взяла тоже под себя этот удар, хотя я и не должна была это сделать. Ну, давай объясним эту ситуацию. Фигурировала сумма 40 миллионов, что ты обманула людей. то 30, то 40 миллионов. Что ты обманула людей на 40 миллионов и сделала гиф, в результате которого... и кинула всех деньги. И кинула всех. Как было на самом деле? Мой менеджер говорит, давай сделаем... Менеджер вот Егор. Егор, да. Давай сделаем гиф. Я говорю, да, конечно, давай сделаем. В моем инстаграме это было не раз, и мы не раз эти конкурсы проводили. Зачастую и до сих пор бывает, что очень многие обманывают свою аудиторию и не разыгрывают подарки среди своих подписчиков, а забирают либо себе, либо дарят родственникам. И вот некая Лейла Мешкова, организатор этого гифа, я собрала спонсоров в одной группе, и мой менеджер отправляет кружок со мной. Если рассказать детально, я ему говорю, давай мне хотя бы 50%, чтобы я понимала, что них точно будет, потому что это энергозатратно, это время отнимает. Я перестаю в этот момент делать контент. Я начинаю работать над конкурсом, в котором действительно все будут получать свои подарки и получат. Нет, ну это понятно, ты работаешь. Ну я говорю, дай мне 50% хотя бы. Он говорит, Лейла пока ничего не скинула, но я точно за нее уверен, я за нее ручаюсь, она точно скинет. Я говорю, Егор, так не пойдет. Он такой, давай я тебе заплачу из своего кармана 300 тысяч рублей, ты подпишешься на всех спонсоров, завтра, типа, если завтра она не заплатит, ты отпишешься. Лейла, видимо, наговорила что-то спонсорам, что я подписалась, отписалась и не собрала деньги. Я подписалась на всех до завтрашнего дня, до 12 часов. Время уже 12 с чем-то, я пишу Егору, звоню, он такой, сейчас, 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 это до 3 часов дня продлилось. Я говорю, все, Егор, 300 тысяч, которые ты мне скинул, они останутся у меня, потому что я от тех людей, на кого я была подписана, отписалась, подписалась на всех спонсоров, деньги мне не дали и, скорее всего, не дадут. Либо мы работаем по контракту и по договору, на что мой менеджер этого не сделал, а принимал себе на карту, что было тоже большой ошибкой. Это я сейчас понимаю. В смысле ошибка, это преступление. Вот сейчас, поэтому у него и проблемы. То есть, получилось так, что вы работали без договора, что он договорился, получается, на словах, на какую-то карту, типа, Сбера ему скинули, а тебе он тоже на словах пообещал подать какую-то сумму. Что будет с суммой, что мы сделаем гиф. Ты ему настолько, безусловно, доверял, почему-то пошла на это. Даже абсолютно. Я тебе больше скажу, я с ним бизнес делала совместный. То есть, у нас было агентство некое, Ями называлось, Ями Глобал, в котором было около 10 блогеров. Он взял на работу двух девчонок, которые работали с ним, и через одну из них, у которой было ИП, он выводил деньги. На что, непонятно, говорит, ну там, блогеру нужно было заплатить за перелет, этому, еще какие-то мелочи, еще какие-то мелочи. А я в документации не разбиравшись, просто полностью, Егор, ты все знаешь, я тебе доверяю, я верю тебе, отдала. И что ты думаешь, он забрал всех сейчас блогеров, до сих пор с ними работает, компанию Ями, я через юриста. Слава богу, что мне юристы плюс-минус толково объяснили все. Говорить про 30 миллионов, которые я себе забрала, господи, это такая большая сумма, которая, она бы в любом случае выплыла бы, как типа 30 миллионов, куда они могли бы деться. И я, поговорив с Егором, он мне говорит, мне никто не переводил деньги. Лейла говорит, что она переводила ему. В итоге все новости пишут, Дина Саева и ее менеджер. Никому нет дела. Слушай, ну, публичное лицо же ты. И получается, что ты... Да, ну, это история про ненадежных контрагентов. Возможно, тебя тоже обманули, но суть в том, что, видишь, как получается, их-то никто не знает, знают все Дину Саеву. Да. Проводят гиф Дины Саева. Да. И получается, что твоя репутация пострадала из-за того, что ты доверилась не тем людям. Сейчас как ты действуешь? Ты сейчас по-другому выстраиваешь отношения со своей командой? Сейчас у меня есть менеджер, одна девочка. Она очень классная, она работает, но... Ты ее контролируешь? Да, сейчас все проходит через меня без каких-либо оплат по карте. Ну, то есть... Все в белую. Я бы не сказала, что сейчас прям все классно в плане рекламы, потому что у всех сейчас какие-то проблемы. Но это гораздо лучше, чем когда ты не знаешь, что происходит за тобой. То есть у меня есть мой телеграм-канал второй, в котором мой менеджер проверяет заявки, и я смотрю, как они общаются с этим клиентом. И мне это очень удобно, и я думаю, как я раньше до этого не додумалась. А раньше ты не контролировала никак? Вообще ничего. Я правильно понимаю, что ты до конца вообще не понимала, сколько ты зарабатываешь? Да. То есть ты, на самом деле, может быть, зарабатывала в разы больше, но та сумма, которую ты получала, это же все было на доверии. Там были колоссальные, я бы сказала, деньги, но, ты знаешь, я и не жалуюсь, потому что даже на тот момент я столько денег зарабатывала, для меня это было все равно очень много. Если бы я еще в два раза больше бы зарабатывала, я не знаю, мне бы тогда крышу снесло не только от популярности. Но, слава богу, у меня еще... Ну, кстати, сносила. Это мне принеси, это мне подай, и ты сказала, хорошо, что этот период очень быстро кончился. Деньги все-таки мама контролировала, и она, слава богу, ну, ей, как это говорят, ума хватило купить квартиру, потому что... Ты бы все потратила. Я бы эти деньги потратила. Я столько денег потратила, мне не жалко было. Но я вот миллион семьсот только в месяц отдала за отель в Ридск-Карлтоне перед отлетом на Кипр. Ты жила в отеле, а не в квартире? Да, в Ридск-Карлтоне. А почему ты хотела жить в отеле, а не в квартире? Ты хотела, чтобы о тебе заботились? Нет, это был мой подарок себе. То есть я хотела... У меня день рождения 30 лет. Ну, вот а смысл этого подарка был? Какой? Я жила на Тверской, дом 3. Там были капсульные отели. То есть, ну, знаешь, да, как капсулка такая. И я там жила какое-то время. Моя аудитория знает, кто за мной очень давно следит. Они знают и видели, как я снимала с этой капсулы видео. Где нет окон? Да, на Тверской, где Красная площадь, там есть Ашан. Напротив отель как раз капсульный. Я ходила в Ашан кушать булочки, потому что денег вообще не было. Я только-только переехала. Это было начало моей карьеры. И я смотрела на Ридс Карлтон через Ашан. То есть, вот он напротив. И я себе говорила, блин, когда-нибудь я здесь поживу. Когда-нибудь, если у меня появятся деньги, я буду жить именно тут. И потом меня по Тверской перебрасывало. Потом через 2 года я жила на Тверской, дом 8. Как раз тогда видео с Нутеллой стало популярным. Потом я переехала в другие места. И через 2 года, а нет, вру, через 3 года, как я жила в капсульном отеле, я переехала на месяц жить в Ридс Карлтоне. Получается, ты себе этот отель навизуализировала? Да. А что тебе нравилось в жизни в отеле? То, что есть забота, присмотры всегда, за тобой ухаживают? Мне в этот момент некуда было деньги девать. Было очень много денег. Для меня 1,7 млн отдать в месяц за отель, где очень удобно, было никакой проблемой. Никакой проблемой. Думала, что да, так будет всегда. И контракты перед Новым годом все сливают свой бюджет, все клиенты. Они отдают, ну, потому что Новый год, все подарки покупают, и все отдают бюджет в интернете блогерам. Я очень много денег заработала в декабре прошлого года и решила, что да, могу себе позволить пожить в отеле, тем более у меня день рождения, 31 декабря. Я хочу отметить его здесь, именно на Красной площади. Отметила. Было классно. А потом приехал сюда. Я, кстати, тебя сегодня хочу пригласить к себе домой. Мне кажется, что здесь тоже будет начало моей жизни. Это круто, что я сейчас ее запечатлеваю, потому что я почему-то внутри уверена, что через год-полтора я точно буду находиться в другом месте. Ты уже привыкла к Дубаю? Да. Все, ты уже как рыба в воде, здесь нет у тебя этого еще периода такой адаптации первичной. Когда я сюда переехала, было очень тяжело разобраться, но для меня Дубай еще не до конца раскрылся. Я все равно еще хожу на пляж и такая, вау! То есть, знаешь, есть люди уже, кто здесь живут, и для них пляж, это типа, ну, да, кто-то уже не ходит на этот пляж, живут очень долгое время, здесь и не ходят. Глядя, самые незагорелые люди, это местные. Это местные, да, это факт. А что тебе в Дубае нравится, а что не нравится? Из плюсов. А, здесь безопасно. Мне этот климат очень заходит, мне очень нравится жара. Ты любишь, да? Я, да. Летом, конечно, да, это ту матч даже для меня. Из минусов, что я могу назвать? Ну, то, что здесь я не могу снимать везде видео. То есть, я выйду на улицу, если я сниму арабку, которая будет мимо проходить, и ей что-то не понравится, она попросит меня удалить. А если я не захочу удалить материал, она может на меня пожаловаться. Мы тоже с этим, да, столкнулись. Тут, оказывается, ничего нельзя, надо получать 100 разрешений, вот в машине снимать, это еще ок. Например, даже прогуляться по Дубай-молу мы с тобой не можем, потому что, если в объектив попадает кто-то местный, и тем более арабская женщина в хиджабе, то все, до свидания. Это большие проблемы, поэтому мы немножко... Из минусов, да. Да, мы немножко ограничены, да, в том, как здесь работать. Это такой условный минус, он же и плюс. С одной стороны, это к той же безопасности имеет отношение, а с другой стороны, конечно, мы в этом смысле более расслаблены, мы на айфон снимаем все, что хотим, независимо от того, что там люди вокруг могут... У меня постоянно в Инстаграме кто-то отмечает, что я ем, куда я иду, и я с этим ничего не могу сделать. Здесь это наказуемо. Такой интересный факт, что здесь нет канализации. Мы едем по городу, если ты условно посмотришь на дорогу или там мы пойдем сейчас гулять, нету нигде люков. Не, ну а как они это? Каждый день. Каждый день. Они вывозят это? Мне здесь еще очень нравится то, что здесь строят все самое-самое, стараются сделать все лучше и лучше. Самое большое здание, самая быстрая горка. Самое большое колесо, да. И... Колесо, кстати, не работает. Да. Так построили, самое большое, но не работает. А про контент арабский. Чем отличается ТикТок в Эмиратах от того ТикТока, который ты вела в России? Я, кстати, посмотрела здесь арабский ТикТок и арабских блогеров, поняла, что на самом деле ничем, только музыка и люди более скромно одеты. И все. Все то же самое. Их также снимают липсинги, также снимают транзишены, также снимают с переходами. У них здесь также свои есть тренды, но все, что заходит на мир и все, что приходит из Америки, тренды, они также здесь форсятся. Просто с нотками арабских деталей, так назову. Ну, то есть, то ли, то меняется такой вот колорит местный, а так все тренды те же самые. Да. А вообще может ли быть какой-то оригинальный тренд, который пришел не из Америки? Конечно. Все заимствуем? Или что-то, например, было придумано в России, какой-то тренд в ТикТоке? Есть такой? Да, очень много. Ну, из таких сильно нашумевших, из русских трендов был трек Рахима Фэнди. Эта песня стала на мир известной. А ты знаешь, что нет ракурса, который позволил бы на обычный телефон, чтобы она полностью поместилась? Это надо очень издалека снимать. А я не боюсь высоты. Потому что я все время, знаешь, думаю, как люди живут в Дубае, а, например, пожар и что делать? А ты на 50 в каком-то этаже. Не думала об этом, если честно. Ну, а если? Не страшно? Я тебя сейчас поселила, да, страшная мысль. Я поэтому всегда, когда думала пожить в Дубае, думала, только пальма, какая-то вилла у моря по старинке, по классике. Но это я, видимо, паранойя. Ну, если много думать, то, мне кажется, этим можно и стать. Как раз и можно и загнаться. Поэтому я стараюсь даже специально не думать. Что касается количества русских, их здесь столько, что можно язык не учить. Очень плохо. Очень плохо. Если здесь не выучить язык, то можно, в принципе, и обходиться, и, точнее... Здесь можно жить и не только без арабского, даже можно без английского обойтись, настолько много русских. Да. И мозг ленивый такой, да ладно тебе, зачем тебе арабы, давай пойдем лучше в березку. В березку попоем. Попоем песенки, да. А ты, кстати, ходила в березку петь? Да, первое время это было прям... Регулярно, да? Да, но так как я сейчас бросила пить, уже не так интересно. Ну, то, как я жила в России и в комфорте, и в красоте, и в изобилии. Даже сейчас при таких возможностях и при таких деньгах, которые у меня есть, я могу жить спокойно в изобилии. Но мне здесь очень нравится, потому что здесь как-то все напряжно, и из-за того, что ты начинаешь думать по-другому и хочешь свой уровень комфорта поднять на... То есть тебя опять есть к чему стремиться. Да, спасибо, что ты это коротко говоришь. Я так очень долго все наразмерила. Тут видишь, какая история? Ты очень-очень рано стала знаменитой, но ты совсем была ребенком. И получается, что, как мы уже обсуждали, когда это все на тебя свалилось, но это очень сложно на таких хрупких плечах вынести. Тем более мы знаем, какая токсичная эта тусовка, такая блогерская, селебская, так скажем, в Москве. Тем более до вот этих всех событий. Сейчас как бы это ужасно не звучало, включило голову. Сейчас все стали дружные. Все начали понимать, что важно, что нет, что ценно, за что надо держаться, потому что это действительно была огромная проблема даже у людей гораздо меньшего масштаба, чем ты. Пафос. Казалось, что так будет всегда, деньги будут литься рекой. Теперь я хочу задать вопрос. Конечно. Были ли такие этапы в жизни? Был этап пика или там, ну, как это объяснить? Излеты и падения, так сказать. Бывали? Планомерно, стабильно, четко шла к своей цели маленькими шагами. У меня, как у тебя, не было вот такого резкого взлета. То есть у меня он был, знаешь, степ-бай-степ. Про что ты, кстати, говорила? Если бы это было более плавно, твоя психика бы это выдержала. А когда вот такой резкий взлет, как у тебя, никто, мне кажется, даже в зрелом возрасте это бы спокойно не пережил. Я очень хорошо помню, как тебя разрывали на части. Я смотрела и думала, бедный ребенок, как она это вынесет? Каких мужчин бойфренды, таджикские мужчины, русские мужчины или какие-то другие национальности? Или это вообще не имеет значения? Четыре года назад, даже пять лет назад, да, пять лет назад я бы могла сказать, что я выйду только за таджика. И первый мой парень, с которым я была в отношениях, он был наполовину таджик. Я искренне думала, что я за него выйду замуж. В школе я думала, что будет цыган. Выучила цыганский. С таджиком выучила только то, что надо быть аккуратнее с таджиками. Сейчас, да, если честно, для меня нет разницы в национальности. То есть, если он будет мусульманинами или христианином, для меня вообще нет никакой разницы. Принимать его религию я не буду. Зачем мне кого-то угождать и ради кого-то что-то делать? Ни в коем случае. Если говорить о том, какого бы молодого человека я бы хотела видеть рядом с собой, точно не супер-пупер-богатого или папиного сынка, которому нечем заняться целыми днями и такой, пойдем покатаемся, пойдем здесь я тебя побалую. Поехали, пошопимся. ни в коем случае. Для меня это неинтересно. Чтобы он был плюс-минус моим ровесником, потому что я все-таки не хочу встречаться с очень взрослым человеком. Потолок это 35. То есть, дальше 35 я не вижу. Но это уже разные поколения, наверное, тебе будет сложно, потому что уже разрыв ментальный огромный. Вот еще, когда мне было 20 плюс и там 40-летние мужчины, ну, мы плюс-минус росли в одной парадигме. А сейчас все так стремительно меняется, потому что ваш там тиктокерский мир и мир таких олдов. Даже 28-летней я вот встречалась с несколькими мальчиками. Им там 28 лет, и они тоже как будто мы очень разных языках. Разные, да, да. Не моего поколения, многие люди, они, знаешь, а расскажи поподробнее. А ну-ка, а что там произошло? Ааа, да ладно! И только вот как будто на этой эмоции живу, типа, а как другие? А мне интересно гораздо другие вещи, которые помогают мне развиваться и расти. Если про ближайшие планы на будущее, это что у тебя из того, что вот ты прям себе намечаешь или о чем ты мечтаешь, но пока не двигалась в этом направлении. На данный момент у меня из глобальных целей это чтобы моя сестренка закончила учебу здесь и дальше поступила либо в Лондон, либо в Европу куда-то дальше пошла. Я тебе задаю вопрос, какие твои планы? Ты говоришь, что бы там для сестры что-то... Ну, ты, конечно, молодец, что ты думаешь о сестре, о семье, а вот ты конкретно ты. У тебя вот этот альтруизм, он прям зашкаливал сегодня все интервью. Тихонечко изучаю арабский язык. Также хочу выучить английский и развиваться в сфере диджитал. У меня есть направление фэшн. Я делаю под виртуальные платья образы. А, я видела, диджитал платья эти классные, кстати. Это прикольно. В России, кстати, это особо никто не делает. Это такое новое направление. Да, я была одной из первых, кто и до сих пор являюсь. К сожалению, пока что это не так активно развитый. Ты еще мне про киберпанк говорила. Киберпанк, да, тоже сфера очень интересная. Ну, в общем, у меня много целей. Просто о них я не могу так громко говорить, потому что боюсь, что, скорее всего, если я их не выполню, я очень сильно расстроюсь. Я хочу жить на две страны, на Россию и на ОАИ. Для меня это очень важно, потому что, как я сказала, в России я уже достигла какого-то пика, и дальше у меня нет какого-то сильного интереса уходить либо на телевидение. Я бы хотела в России заниматься также творчеством, снимать контент, потому что у нас очень классные фотографы, видеографы, визажисты. А здесь, кстати, есть это все? Я обсмотрела весь Дубай, ну, вот из пальцев, можно по пальцам посчитать, человек пять, максимум десять, кто более или менее. То есть талантливых людей в Дубае я пока либо я плохо искала, скорее всего, это не так, потому что я действительно часами сижу в Инстаграме, смотрю тренды, изучаю рынок, спрашиваю у знакомых, кто снимает здесь контент. Ну, нету таких людей, которые, как в России, могли бы очень сильно дать планку и России самое, ну, для меня это очень классное место и очень удобное в том плане, что там у меня все есть. Я бы хотела летом жить в России, а зимой сюда прилетать, да. Также из планов я хочу сдать на права, чтобы у меня были уже права, и я хочу купить машину и еще хочу научиться прыгать с парашютом соло. Без инструктора. Да. Я когда-то же поставила цель стать самой популярной, типа, сейчас вот хочу поставить цель. Как минимум, я хочу, чтобы каждая арабка здесь знала, кто такая Дина Саева. Я думаю, что я это сделаю. У меня есть уже эта цель, и это интересный будет путь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА